МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа День города. С вами Анна Герцовская. Мои коллеги-репортеры телекомпании «Город» приготовили для вас новости нашего региона. Смотрите в этом выпуске. Индексация и увеличение соцвыплат. О том, что ждет россиян в новом году. 38 автомобилей. Новые патрульные машины поступили в госавтоинспекцию Рязанской области. На пути в сборную победители Кубка России по джиу-джитсу к чемпионату страны будут готовиться в Рязани. Половодье нипочем. В связи с появлением новой пожарной части в Спасском районе жители не будут отрезаны от спасателей во время весенних паводков. В первом месяце 2021 года россиян ждет немало нововведений. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы. Об индексации и увеличении соцвыплат расскажет Марина Комиссарова. С 1 января вырастут мрот и прожиточный минимум до 12 792 рублей и 11 653 рублей соответственно. Страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 6,3% от капитала на 3,7%. Обеспечение необходимыми лекарствами для медприменения должно быть в объеме не меньше, чем это предусмотрено перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Органам, предоставляющим госуслуги, запретят требовать от заявителя документы, подтверждающие заработок, а также решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки и попечительства. Свидетельство о государственной регистрации актов гражданского состояния нужно будет предоставлять только в случае их выдачи в другом государстве. Подобное правило предусмотрено и в отношении документов об образовании, обучении, ученых степенях и званиях. Повышенная ставка НДФЛ – 15% установлена на доходы свыше 5 миллионов рублей в год. При продаже недвижимости автомобиля и выплате страховки сохранят ставку в 13%. НДФЛ со стандартной ставкой в 13% будет облагаться сумма процентов по вкладам, которая превышает проценты с 1 миллиона рублей по ключевой ставке Банка России. Сельской ипотекой теперь смогут воспользоваться россияне, планирующие строительство на арендованном земельном участке. Сельская ипотека – это кредит под льготную ставку от 0,1 до 3% годовых. На покупку земельного участка и строительство на нем жилья. Действие ипотеки распространяется на землю или жилье в сельской местности и в городах с населением не более 30 тысяч человек. Маркировка товаров легкой промышленности становится обязательной. Участники оборота товаров будут обязаны вносить в систему честный знак, сведения о маркировке этих товаров, а также о вводе в оборот их и выводе из оборота. До 1 февраля разрешили промаркировать остатки, не проданные до 1 января. Также стартует подготовительный этап маркировки молочной продукции. Появляется возможность добровольно маркировать, вводить в оборот и фиксировать продажи через кассовые аппараты. Рязанский Минздрав обнародовал список пунктов вакцинации от COVID-19 с телефонами для записи. Перечень опубликован на сайте министерства. Прививать будут в 11 медучреждениях. Стоит сказать, что вакцинацию от коронавируса внесли в календарь профилактических прививок. В первую очередь ей подлежат работники медицинских образовательных организаций, социального обслуживания и МФЦ, люди с хроническими заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением. К приоритету второго уровня относятся работники транспорта и энергетики, сотрудники правоохранительных органов, вахтовики, военнослужащие, волонтеры и работники сферы услуг. В третью очередь подлежат вакцинации государственные муниципальные служащие, студенты вузов старше 18 лет, а также призывники. С противопоказаниями для прививки вакцины можно ознакомиться по ссылке на сайте Минздрава. В Рязани торжественно вручили новые патрульные автомобили сотрудникам госавтоинспекции. На этих машинах экипажи ДПС будут нести службу в областном центре, а также в районах области, в том числе на дорогах федерального значения. Подробнее в следующем сюжете. Госавтоинспекция обновила в этом году автопарк. 38 новых автомобилей «Шкода Октавия» помогут патрулировать улицы нашего города. Все машины приобрели в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» и национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Мы в Новый год вступаем сейчас с новым автопарком по линии ГИБДД. За этот год мы оснастили подразделение ГИБДД средним транспортом в количестве 105 единиц. Весь этот автотранспорт у нас распределился по территории обслуживания. В каждый район направлен служебный транспорт для того, чтобы наши сотрудники могли осуществлять надлежащий контроль за дорожной ситуацией на территории обслуживания. Транспортные средства оснащены радиостанциями и видеорегистраторами с устройствами для хранения записей. Также все автомобили снабжены устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов. «Безусловно, основная задача полицейских в следующем году является помощь нашим гражданам, нашим водителям в соблюдении правил дорожного движения, в надлежащем исполнении тех требований, которые предъявляются на дороге. Конечно же, все меры, которые предпринимаются по стабилизации дорожной ситуации на территории обслуживания, они принимаются надлежащим образом». Новый автопарк оснащен необходимым дополнительным оборудованием. В экстренных ситуациях все это позволит сотрудникам ДПС действовать максимально оперативно. Максим Яковлев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В Рязанской области появилась новая пожарная часть. Ее открытие приурочили к 30-летию МЧС России, которое празднуется в этом году. Теперь пожарное депо будет обслуживать более 10 населенных пунктов. Новая пожарная часть появилась в селе Кутуково Спасского района. Теперь время прибытия пожарных для нескольких населенных пунктов сократится. Для того, чтобы объект был возведен, местные жители проявили немалую активность. 6 декабря 2019 года жители села Кутуково Спасского района ходатайствовали о строительстве пожарного депо. Активисты собрали более 200 подписей. Пожарное депо будет обслуживать более 10 населенных пунктов с общим числом жителей более 2000 человек, которые находятся на значительном отдалении от ближайшего пожарно-способственной части. Всего пожарная часть будет обслуживать 12 населенных пунктов. Ранее, в период весеннего половодия, местные жители часто были отрезаны от пожарных подразделений. Теперь эта проблема должна быть решена. На отдельном посту будет на время дежурить 3 человека и один пожарный автомобиль. В случае необходимости для усиления пожарной группировки будут привлекаться дополнительные силы из ближайших пожарных частей. Города Спаска и населенного пункта Кирицы. Теперь быстрое время прибытия пожарной машины сможет минимизировать последствия пожаров. Торжественное открытие депо состоялось 25 декабря. Временно исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Рязанской области Александр Савуков отметил, что здание обладает всеми необходимыми элементами инфраструктуры. Он подчеркнул, что здесь созданы комфортные и качественные условия для эффективного выполнения боевых задач. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В Рязань со сборов национальной команды страны по джиу-джитсу вернулись воспитанники спортивного клуба «Юпитер». Напомним, совсем недавно рязанские джиу-джитсеры завоевали 22 медали на Кубке России, включая 6 золотых. Итоги триумфального для школы турнира они подвелись, что называется, с холодной головой. Сборы в национальной команде для этих ребят уже привычное дело. Рязанская школа джиу-джитсу – одна из базовых в стране, что, собственно, и доказал Декабрьский Кубок России, который даже всегда критично настроен, и тренерский штаб называет сегодня успешным. Порадовала Валерия Романова, она стала серебряным призером соревнований. То есть поборолась выше своего уровня даже. Якушкина Маргарита опять, да, она у нас выступает в обоих дисциплинах, и в боях, и в борьбе лежа. И там, и там стала чемпионом. Маргариту Якушкину уже сейчас называют восходящей звездочкой небосклона джиу-джитсу. Совсем еще юная спортсменка, ей всего 18, выходила на татами во взрослой категории. В дисциплинах файтинг и неваза. И не оставила шансов никому. Как говорит сегодня Маргарита, мотивация была запредельная. Для меня этот кубок, эти соревнования были очень важны, потому что на них я выиграла у тех соперниц, которым проиграла на предыдущем турнире. Для меня было очень важным, ну так скажем, сделать работу над ошибками, и я очень рада, что мне удалось это сделать. Рязанец Андрей Спиридонов – боец опытный. Серебряный призер чемпионата России и бронзовой Европы финальный поединок Кубка России провел не так, как задумывал. С самого начала боя Андрей захватил преимущество и перевел соперника в партер, но секундная заминка и потери концентрации стоили ему золотой медали. Да, я пересматриваю видео, по-моему, мне не нужно больше работать над техникой, силы хватает, буду больше стараться уделять внимание, больше техники. Конкуренция в джиу-джитсу не позволяет победителям почивать на лаврах. Залог побед, как правило, нюансы, исправить которые время у рязанцев еще есть и к февральскому чемпионату страны в Санкт-Петербурге подойти во всеоружие. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Группа компаний «Альянс» давно занимается спонсорской помощью. В этот раз в преддверии Нового года представители холдинга решили порадовать ребят из Клепиковского боксерского клуба «Триумф» и подарили им сертификат на приобретение профессиональных боксерских груш. Подарок вручил заместитель генерального директора по коммерческому развитию Алексей Оськин. Из профшколи четыре отделения. Это отделение мини-футбола, баскетбола, плавания и бокса. Мы стараемся всегда улучшать нашу материально-техническую базу. Соответственно, сотрудничаем со спонсорами «Альянс». Мы уже много лет поддерживаем бокс, преодолели более серьезные груши боксерские. Я уверен, что это обязательно скажется на результатах. Мы приехали в наш боксерский клуб на протяжении достаточно большого времени. Группа компаний «Альянс» системно сотрудничает с этим спортивным учреждением. Мы активно участвуем в жизни этого клуба. Стараемся в силу своих возможностей ребятам помогать в их развитии, достижении результатов. В преддверии Нового года мы решили подарить им сертификат на профессиональные боксерские груши, чтобы в дальнейшем ребята занимались, тренировались и продолжали достигать высоких результатов. В предстоящем году мы хотим пожелать ребятам, чтобы их мастерство росло. Нам будем помогать в этом и всячески поддерживать. Конечно, в преддверии Нового года действительно новогодний подарок от Деда Мороза. У нас до этого были детские груши, детснаряды, несоответствующие нашим параметрам, чтобы ребята имели правильную четкость отрабатывать ударов. Я сразу оценил и качество, и удобство группы компании «Альянс». Спасибо вам большое. Это все новости на данный момент. Более подробно о событиях нашего региона можно ознакомиться на нашем официальном сайте город62.тв. Я с вами прощаюсь. До встречи в новом году. До встречи в новом году. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин